С актёром Виктором Авиловым я познакомился совсем недавно, всего год назад. И мы как-то сдружились, и мне этот человек очень интересен стал. Стал ходить на его спектакли. И вот зашёл к нему домой, а здесь съёмочная группа камер. Да, Витя? Случайно, да. Совершенно случайно. Но мы хотели побеседовать, поговорить с ним, и, может быть, что-то будет интересное телезрителям. Витя, ну вот что я слышал немного о тебе, что ты на актёра нигде не учился, нигде не обучался. У жизни. У жизни? Да. Ну, а вообще, вот, всё-таки с чего начиналось? Ну, кем ты был до театра? До театра, ну, это уже так много писалось, уже мне, честно говоря, это надоело эти умиления. Я был шофёром, а потом стал актёром. Замечательно. И вот я докатился до роли Гамлет. Я тоже был шофёром, потом стал журналистом. Так что у нас уже много общего. Ну, вот, видишь. Вот. А всё-таки шофёром. Как ты попал в театр? Да, совершенно случайно. Тогда ещё я жил в Остряково. Такой небольшой посёлок по Киевской железной дороге на краю Москвы. Ну, и там вот Валерий Белякович, наш теперешний режиссёр, решил сделать театр. Я учился в одном классе с его младшим братом, Сергеем. Ну, он говорит, ну, пойдём, говорит, так, там, мой брат вздумал театр делать. Я говорю, ну, а я тут при чём? Ну, пошли, ну, так, вот это всё как-то первые, я бы сказал, даже годы. Ходил, не понимаю, что я сюда хожу. Уже спектакли играл, а я не понимал, а что я вообще играю, для чего это, что? Ну, это сколько тебе лет было? Ну, это было в 75-м году, вот это, для нас историческое встреча. 20 лет? 22, если быть точным. Ты прям застыл мне вот из твоего глаза. Ну, и ладно, я понимаю, зашёл в театр, сыграл, но почему остался ты? Да не зашёл я в театр, не было никакого театра, ничего, мы сначала не сыграли, ну, делали там какие-то этюды сначала, там, лягушка тебя заставит квакать. Для меня это было, во-первых, очень дико, чтобы, сейчас какого-то хрена я вообще должен квакать. Но другие выходили, квакли, или там обезьян показывали, вообще было смешно. Ну, потом какие-то такие, как бы состязания стали, вот кто кого больше рассмешит. Переквакает. Ну, да, вот так вот. Ну, и вот такая здоровая такая творческая атмосфера начала, можно сказать, возникать. И кто кого, значит, это. А не было проблемы, вот, ну, какой-то раскомплексации, проблемы деревенения перед камерой? Ну, перед камерой деревенения, это уже 10 лет, какой, лет 12 уже в театре играл. Только тогда впервые камера вот передо мной встала. Ну, зрители, ну, сцены. Ну, естественно, первый спектакль это вообще был. И вот я запомнил вот то состояние, когда выходишь, у нас эти свечки были в руках. Там нужно идти, женили, мы Гоголя первую поставили. Нужно было выходить, а там зрительный зал. Стоишь, а вдруг выходишь, а огонь вот так вот. Это было, конечно, ну, это ужасное чувство. Я просто вспоминаю это как о каком-то кошмаре. Да еще потом нужно было текст говорить, а его нужно было как-то говорить все-таки органично, там что-то правильно переживать, что-то какие-то эмоции очень неверные. Если там под Колесино тащишь, жениться, а он не идет, значит, ты должен как-то, ну, а там только такое, ну, ну, так я, знаешь, чувствую. А до театра ты много раз бывал в театре? Бывал. В школе нас раз, в один, в классе, в пятом. А на что? На что? Да. Ну, если бы я это помню. Я, по-моему, на следующий день забыл, что я смотрел. Ну, в общем, так, я понимаю, нормальный парень почти что из подворотни. Ну, смотря что, считать нормальным. Ну, так, я смотрю на тебя, у тебя есть боевые следы тут на лице, кое-какие. Да, следов много. Да, и не только на теле. На теле. Ну, это что? Ну, что это? Это и есть боевые следы. Ну, неприлично при зрителях об этом. Ну, может быть, Витя. Ну, и вот прошло сейчас, да? Сейчас, скажем, 14. 14 лет. Ну, и довольно много сыграно в театре. Зритель ходит уже на Авилова театр на Юго-Западе. Ну, это я точно знаю. Есть роли, которые ты хотел бы сыграть, несмотря на свой, в общем, богатый репертуар? Знаешь, Юра, уже, наверное, вот любой актер, то, что он хотел сыграть, судьба, так сказать, ко мне более чем благосклонной, у меня это все есть. Ну, обычно ведь о чем мечтают, там, сыграть мужчины, мечтают сыграть, там, Гамлет, вершинную роль, либо какой-нибудь, ну, кого-то, может быть, Серано де Бержерак. Ну, у меня Серано, например, не получилось пока сыграть. Ну, я играю Гамлета, я играю Мольера Булгаковского, я играю Лонселота. Ну, это роли такие, что называется, вершинные. Ну, сейчас я думаю, что я в таком возрасте, может быть, многие не поверят в это, но я думаю, что я бы мог уже попробовать. Тем более, что если я уже играю, довольно пожилого Мольера, это все условно, возраст. Просто интересно было, играя сейчас еще Гамлета, я надеюсь, еще Гамлетом могу играть и играть Лирой. Ну, Витя, мне вот лично очень интересен, ты как актер и ты как человек, и вот твое лицо, я знаю точно, что многие считают тебя очень красивым человеком, а многие считают не очень красивым. Да, это точно. Ты играешь и графа, и ты играешь бомжа в Смиренном кладбище. Ну, нет, он не бомж, он, кстати, наоборот, такой цивильный мафиози. Я не видел этот фильм, я так знаю Смиренное кладбище, поэтому... Нет, он, кстати, не относится к этой братье, вот этой кладбищенской, которая, так сказать, на дне. Это вот кто-то провалил, я помню, правильно, что это вот что-то созвучно с Горьковским на дне, не только, так сказать, вот современное, да, это наше дно. Но вот именно тот Стасик, которого я играю, он нет, он такой, он весь, как сейчас говорят, прикинутый у него джинсовый и все это, он уже все схватил. Ну, я начал-то не о Стасике, я начал о красивом и некрасивом. Я понимаю, лучше спросить об этом, наверное, твоему жену. Ну, это, я думаю, мы еще сделаем. Ну, ладно, мы это сделаем, ну что, а красивый, некрасивый, все это. Знаете, знаешь, Юр, и вот, кстати, о красоте. Я замечал, удивительная вещь происходит, когда человек, вот особенно на сцене это видно, даже, ну, казалось бы, опять это спорное понятие, тот красив, тот некрасив. Я, например, считаю, для одного этот человек красив, для другого это дело вкусное. Да, ну, может быть, мой вопрос прозвучал несколько глуповато, потом неизвестно, что я тебе вообще хочу. Нет, ну, а я, так сказать, решил развить эту мысль, красивый, некрасивый. Я видел людей, ну, казалось бы, вот, когда я на них посмотрел в спокойной обстановке, ну, я бы не сказал, что они красивые. Ну, знаешь, что делает человек действительно красивым? Это, может быть, как-то, что-то, какие-то громкие слова, но я видел людей, которые, когда, когда идет в него вдохновение, когда идет такое вот изнутри, брет, он становится красивым. Думаешь, Господи, как красив, как он красив действительно, вот, в этом, в какой-то, в истинной, в каком-то порыве, вот, когда идет, я просто в нашем театре это видел, видел, когда идет такое истинное чувство, такая сильная, мощная страсть какая-то, и тем более, если это страсть какая-то такая хорошая, не злоба какая-то, а именно какая-то боль, какая-то боль, может быть, за других, и когда этот человек действительно это все, что называется, выдает, он делается красивым, так что это. Витя, если бы ты не стал актером, кем бы ты мог стать? Ну, как ты думаешь? Не знаю. Так и остался бы водителем. Тоже интересная работа. Знаешь, я вообще так причисляю себя все-таки к верующим, я верю в судьбу, и, наверное, хотя я никогда бы не пошел ни по какому объявлению поступать ни в какую студию, но... Так или иначе ты бы пришел все-таки? Да я очень, так сказать, солидарен с Шекспиром. У него в Гамлете есть текст, где Гамлете говорит, есть, стало быть, на свете существо, устраивающее наши судьбы по-своему. И я благодарен тому существу и благодарен судьбе, что все-таки вот... так оно все и получилось. И, наверное, так и должно было получиться. Я вот просто так думал. А как тогда иначе? А иначе я теперь уже гружу. Даже не могу представить. Ты сказал о Шекспире, а если бы тебе, скажем, довелось... Такая возможность... Стоп, ребят. Пожалуйста. Витя, ты говорил о Шекспире, а если бы довелось тебе, скажем, встретиться с ним или с кем-нибудь из больших, великих, разных людей, живших в любые времена, с кем бы ты захотел? И что бы ты у него спросил? Я бы хотел встретиться с Иисусом Христом. И что бы ты у него спросил? Ничего. Я бы посидел просто, посмотрел бы, а он... А что бы он на меня посмотрел? И все. Ну, я думаю, у нас это еще впереди. Так, Вить, вот сейчас пошло кино. Пошло очень много. Густо, я бы сказал. Да, это тебе что-то как, прибавляет как актеру? Да, это прибавляет. Во всем случае, сталкиваешься с необходимостью овладевать совершенно другой манерой игры и даже в театре, так сказать, переносить многое, много, много очень нового. Говорят, режиссеры не любят театральных актеров. Я вот слышал. Говорят? Да, я слышал такое. А мне кажется, наоборот, режиссеры кино очень любят театральные актеры. Мне кажется, вот за тот термин, который называется театральность, вот что-то такое, понимаешь? А, ну, есть, конечно, есть понятие, так сказать, театральной игры, где играется все, так сказать, вещи. В кино так играть нельзя, иначе будешь грубо выглядеть. Но в то же время также можно сказать, что, к сожалению, в театре многие играют по киношному. Так тоже нельзя. А нет какого-то у тебя выбора, что ли? Ничего тебе, так сказать, больше не тянет сейчас кино, скажем, к себе? А нет опасности какой-то для Вилова, как для театрального актера? Да нет, ну, это я, конечно, пошутил. Что значит «потягивай»? Ну, можно изредка сниматься, ну, конечно, разве можно кино сравнить с театром? То есть, в каком смысле? Что ты хочешь сказать? Да кино просто пустышка по сравнению с театром. А так? Да. Слушай, а вот были вы на гастролях и за рубежом были, где вы были, в каких странах? Ой, уже много были. Слава Богу. Ну, в Англии были, вот в Америке, в Италии в этом году были, в Финляндии были, в Австрии два раза были, в Чехословакии, в Польше. Много достаточно. Мне интересовали бы, я думаю, и зрители интересовали бы отзывы о театре и о тебе. А что, разве в наших газетках их не было? Странно. Да нет, их, конечно, не было, это не странно. А мне уже стало стыдно, что я их пропустил. Почему? У меня есть эти отзывы, вот они, нам сделали эти, устроители фестивалей, сделали эти ксеру со всех статей. Мне интересно, что писали о тебе критики. Я понимаю, что тебе, может быть, неловко на этот вопрос отвечать. Да, неловко. А все-таки? Ну, если говорить правду, там, вот, например, ну, одна из таких поездок, конечно, очень ответственных, как мы считали, была в Англию, да еще с Гамлетом. Там даже были эти заголовки в газете «Втулу с самоваром». У них тоже есть такая, кажется, поговорка, соответствующая нашей «Втулу с самоваром», это у них называется «В Манчестер с углем». И они назвали так статью, и накануне нашего приезда там была статья такая, не надо нам этого, не надо. Ну, а потом, когда мы там, ну, уже отзывы о спектакле, там плохих отзывов не было. Был один такой, я бы сказал, прохладный отзыв, такая небольшая заметка. А вообще, вот, какой-то, как нам сказали, очень крупный критик, он закончил свою статью такими словами, что «я бы хотел или что-то, или я мечтаю, чтобы этого Гамлета увидел Лондон». Потому что мы были, вернее, даже не в Англии, а в Шотландии, это Эдинбург и Глазго. А еще он в этой статье писал, это, конечно, очень приятно и лестно, когда театральный критик английский пишет так он, я сейчас, ну, дословно не могу привести, но почти точно там было написано так, что Англия не знала потрясения от Шекспира со времен, и какое-то имя актера он называет, мы понинтересовались, что это за актер, он назвал, назвал нам это имя и сказал, вернее, не он, а кто нам объяснял там, по, ну, кому мы задавали вопросы по поводу этой статьи, он сказал, что, о, это наш очень давнишний актер, он еще до войны играл, в 30-х годах. Было приятно, что английский критик, посмотрев нашего Гамлета, то есть он нас поставил выше всех шекспировских постановок, которые существовали вот после войны, и там великие звезды играли. Но я-то не читал этих отзывов, но я слышал за то, спасибо, я обязательно почитаю, но я слышал, что отзывы были прекрасные, ты, мне кажется, немножечко тут сглаживаешь. Ну нет, ну я сглаживаю, потому что, ну, действительно, неудобно, ну что хвастаться, было бы, наверное, закономернее, так сказать, знаете, вот здесь такое выражение, за державу обидно, а почему не погордиться за державу, и почему не погордиться бы держали, если бы хоть одна газета пришла бы, взяла бы эту статью, перепечатала, перевела, перевела и напечатала своей. Вот, мол, наш театр. Ну я жаль. Я, например, этим горжусь, этой статьей, мне это очень приятно, и я думаю, было бы приятно даже людям просто нашим это почитать, о нас. Ну ты в следующий раз поедешь на гастроли, ты эти отзывы мне как журналисту по телефону просто там как-нибудь передашь, потому что если бы я знал, я бы этого не допустил, уж в комсомолке-то наверняка бы что-то появилось. Сейчас слишком много… Да он мне не колется. Так, работаем. Ну это в Англии, а в других странах, и кстати о критиках ты сказал, о публике. Ну, кстати, это в Англии, но я могу вернуться в Англию, и когда мы приехали в Глазго, где мы были просто приглашены не на кинофестиваль, на котором мы были в Эдинбурге, а где нас действительно ждали, там у нас были аншлаги, и вот эти англичане свистели и топали ногами после спектакля. Для англичан это, в общем, не совсем… Да, они даже сами удивлялись, говорят, почему-то наш публика топает на такую… А если говорить о других зрителях… Телефон? Да там, Галю возьму. Если говорить о других зрителях… Вот у меня еще есть одно очень дорогое воспоминание, когда мы были в Америке, в городе Омаха, мы там были на шекспировском фестивале. Там была наша труппа из Москвы, и была труппа, по-моему, если не ошибаюсь, королевского… Лондонского королевского театра. Они привезли туда Макбета, а мы – Гамлета. Ну, мы ходили смотреть на их Макбета, они пришли на нашего Гамлета, и вот актер, исполнитель одной из главных ролей, по-моему, играл Макдуфа, если не ошибаюсь. Он после Гамлета зашел в гляверку, он весь как-то так трясся. Бьюпев, Алва, Алва, прошел, обнял меня. Ну, так вот… Весь как на электризовую передает, у него вот что-то на грани сулилось все это вот такого срыва. Не знаю, может, он так играл. Не думаю. Ну, зачем это нужно ему? Не думаю, да. Ну, я ему верю. Это действительно было настолько вот откровенно. Это очень приятно. И опять, я считаю, это такой нашей маленькой победой, когда английские актеры после Гамлета подходят и так благодарят. Я думаю, что это, в общем, о чем-то говорит, что… Говорит, Витя. Да, говорит. Я не боюсь этого говорить. Да, говорит. Говорит. А у нас все больше о шоферах. Я вот немного за кино обиделся. Ты вот сказал кино «Пустышка». В каком смысле? У меня жена, например, тоже актриса. Нет, ну, в том смысле, что… Ну, может быть, даже для меня «Пустышка». Потом я думаю, что в кино как-то… Многие актеры не испытывают удовлетворения от кино. Ведь очень редко. Ну, вот когда-то повезло, например, с Мактуновскому. Ему дали роль Гамлета и все. Вот он сыграл. А потом, наверное, все это шло. Ну, были хорошие, интересные роли, менее интересные. Хотя я за него не имею права отвечать. Ну, я так думаю, что даже и Иннокентий Михайлович тоже, так сказать, где-то, так сказать… Чего-то большего хочется. Я могу похвастаться, что в театре я так много имею. И по сравнению с этим я почти ничего не имею пока в кино. Хотелось бы верить, что… Ну, тогда я тебя вполне понимаю. Потому что, имея такой набор ролей, какие у тебя в театре, ты можешь вообще в кино и не попробоваться даже ни разу. Сейчас у тебя много предложений? Ну, в данный момент. Ну, вот в последнее время. Есть предложения. Я, правда, боюсь… Ну, я не собираюсь тебя о них спрашивать. Но это такой же диапазон. Вот у тебя, скажем, был граф Монте-Кристо, аристократ. Вот у тебя был в Смиренном кладбище совершенно другой человек. Ну, я не думаю, что граф Монте-Кристо у меня лично как-то получилось. Хотелось бы больше, хотелось бы серии восемь тогда можно было бы, что называется, раскрыть образ, что-то там. Ну, серии восемь сейчас это не проблема, по-моему. Спрут какой-нибудь очередной заведем, вот тебе будет двенадцать, пятнадцать серий. Ты подойдешь… Нет. Замка Ив. Подойдешь ты для любой роли там, по-моему. Нет, не подойду. Я не подойду к любой роли. Ну, я не знаю, ты обиделся, что ли? Нет, я говорю, я не подойду. Я не буду подходить. Не захочешь? Нет, не хочу. Я уже избалован в театре. Ну, понятно, но, так сказать, в кино я считаю, что ты еще не избалован. И кинозритель тебя знает гораздо хуже, чем театральный зритель, московский. Да, ну, вообще, конечно, что меня еще мало кто знает. Ну, не совсем мало, но надо в кино наверстывать. Ну, если в нашей стране население, там, двести семьдесят миллионов, кто меня знает. Один миллион. Может, и одного нет. Да нет, ну, а что знает, не знает. Витя, вон там в той комнате сидят твои две дочки и смотрят нас по монитору. Аня, Оля, идите к нам. Ну, почему бы они сейчас здесь все приборы... Ну, ничего, ничего, просто... Ну, ничего, и ты встала, как на семейной фотографии. А в ними лучше папу. Ну, вот.